О да! Попытаться пробить Боджера? Или же прикончить Бордуна? Я думаю, я всё же пробью Боджера. Хорошо. Скрытая атака по Боджеру. Я, в общем-то, подхожу сюда. Да. А затем я достаю свой лук и... Спрячешься до или после? Я думаю, после. Хорошо. Интересно, смогу ли я надеть? Хотя нет, доспех Агатиса требует действия. Хуй с ним. Да, отлично, я просто атакую Боджера, скрытая атака. Достаёшь лук, стрелы. Это что, один? Это один. Он вернулся! Я пытался понять, мне показалось, что семь. Это было для вас. Помнишь, когда мы начинали, я сказал, не забудь, что можешь использовать вот эти штуки, или ты можешь зарядить их плохими бросками, то что, видимо, именно это ты и решил сделать. Да, я так и решил, я сам выбрал единицу. Сам выбрал ёбаную единицу! Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, обычно при критической единице происходит что-то вроде friendly fire, но сейчас они уже не союзники, так что вместо этого стрела просто... И втыкается в дерево перед тобой. Как в Бабжи, когда ты типа... Да, бля. Просто втыкается в дерево перед тобой. От первого лица. А вы, парни? Ты ещё в ярости и слышишь звук тетивы, и ты быстро взглянул в ту сторону и увидел, что он целится. Но ты можешь спрятаться, так что никто не узнает, откуда взялась эта ёбаная стрела. Да, да, я отвлекаю их. В действии движения осталось бонусное действие. Прячешься? Да, я прячусь. Хорошо, ты пробуешь, ты пробуешь. Прячусь. Вы такие бесполезные. Почему мы проигрываем все бои, ребята? Не уверен, что люди могут видеть. Чистые двадцать. По крайней мере, прячешься, ты с чистые двадцать. Плюс десять или что-то такое. Плюс миллион, как мне кажется. Да, никто из вас точно не знает дело, но ты очевидно знаешь, что он где-то здесь. Но ты не можешь определить это более точно. Что это было? Ну да ладно. Вернёмся к нашему бою, мы типа... А затем мы слышим... Что? Что это было? Я ни разу не бросил его, надо будет не забыть в следующий раз. Тридцать один на скрытность? Мне нужно... Очарование чудовища активно, пока вы или ваши спутники не причиняете ему вред. Сейчас они считаются моими спутниками? Нет. Круто. Хорошо. Вы все противники. Тогда я кастую очарование чудовища на боджера. Прекрасно. Тебе надо пройти спасбросок мудрости. Да, ну ладно. Это же не... Обычный Д20. Как у тебя с мудростью? Ноль. Плюс четыре. Очарование овладело тобой. Но пока ещё не начало действовать. То есть твое заклинание подействовало на него, но пока он в ярости, это бездумная ярость. Его нельзя очаровать. Наконец-то вы сделали это! Я и забыл про это! Наконец-то получилось! Вы бы знали, сколько ёбаных комментариев я видел, типа, ты никогда не пытался как-то очаровать его, так что он не использует свою бездумную ярость. Зачем ты напомнил ему? Он сам должен помнить это. Чёрт побери. Просто за столько сессий я всего один раз был очарован, и тогда практически сразу после этого я получил эту способность. Ёбаный ты нахуй! Я дал тебе эту способность сразу после боя с Ярисом, где специально очаровал тебя, чтобы это казалось тебе более полезным, знаешь ли. Боже, спасибо, да! Так что ты наложил на него очарование, и если его ярость спадёт, то он будет очарован. А как спадает его ярость? Если он не атакует или не получает урон, тогда ярость спадает. Так что ты очарован. Просто пока это не влияет на тебя. Я супер занят вот этим. Это было твое действие. Ну круто, тогда я использую очко чародейства и запускаю огненный снаряд. Просто потому что могу. С помехой, так как ты в ближнем бою. Дистанционная атака в ближнем бою. Твой конец близок, Бородон? Да, конец Бородона реально пиздец, как близок. Очарование чудовища, блядь, дальнобойное заклинание. На меня бежит варвар, и я такой... Какие заклинания я вообще нахуй знаю? Очарование чудовища. Типа как в PUBG, когда ты типа... А, бля, это меню, бля, это карта. Свернул игру, сука. И просто лег на землю. Пятнадцать или... два. Супер, ничего не происходит, и давайте. Снаряд проносится мимо. Чертовски надеюсь, что я, блядь, исчез, иначе я умру в следующий ход. Два. Он даже не исчезает. А еще из-за заклинания, которое я сотворил, волна дикой магии. Два. А ведь было два заклинания? Да. Ну круто происходит волна дикой магии. Возможно, тебе это как-то поможет. О, дерьмо, у меня нет таблички с дикой магией. Такими тэпами он, наверное, просто взорвется. Волна дикой магии может делать что угодно. О, боже мой, я выкинул сорок четыре. Сорок четыре? Господи Иисусе! Боджер следующий, так что я быстро проверю. Мы всегда будем возвращаться к этому, когда вы, ребята, будете спорить о том, кто круче. Мы будем помнить это. Меня так раздражает все это. Особенно учитывая, что есть куча всего, что ты мог сделать в начале, и это реально изменило бы весь ход боя. Абсолютно точно, именно так. И снова у него была отличная идея. Идея в том, чтобы не смотреть комментарии к этому видео. Лучше в этот раз не читай комментарии. Расскажите нам в комментах, как именно я все проебал. Все началось так плохо, насколько это вообще возможно. Типа, Боб, это ты? Столько людей целую вечность спорили о том, кто победит. Особенно в моем дискорде. Там постоянно идут споры о том, кто победил бы при ПВП. И вот как я проиграю. И обычно люди говорят, что это один из вас. А теперь фанаты Бродуна будут типа, ну, охуенно. Хорошо, значит сорок четыре? Да. И что же происходит? О, интересно. Кинь, пожалуйста, D4. Два. Нет, сейчас это не особо-то поможет. Когда ты выпускаешь огненный снаряд из своей руки, ты чувствуешь связь с магией стихий, и она пропитывает тебя на следующее... Сколько там... Весь следующий час у тебя есть заговор шквал. D4 определил, какая из четырех стихий. Да. Я дую тебе в лицо. Теперь ты можешь сдувать свечи на праздничном торте. В общем, ты получаешь доступ к заговору шквал. Это могла быть власть над огнем, могла быть лепка земли или же формирование воды. Охуеть! О боже! Ну теперь... Теперь мой ход. Я могу изменить ход событий. Очарование чудовища! Не, из-за моей безумной ярости меня нельзя очаровать. Помнишь Яриса Золоторога? Да ну нахуй. Тот помех, бля. Огненный снаряд? Погоди! Погоди! Это же волна дикой магии! Я чувствую, как магия взывает ко мне! Это всё изменит! Тут небольшой сквозняк, да? Ну да, в смысле это я сделал. Значит сейчас мой ход? Ну погнали! Исчезай, 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 исчезай! Ты получил самый худший из них! Это же мой любимый момент! Я типа просто такой... Нет! Чёрт! Хорошо, эм... Эй, ты ведь на корабле! Тут есть паруса! Очарование чудовища не сработало! Хуй с ним! Чёрт возьми! Эээ... Я полагаю... Безрассудная атака. Бей его! Просто бей! И теперь у тебя три атаки! Эээ... Один и девять! Девять чем-то попадает! Один... Семь? Один плюс шесть, и того семь единиц урона. Первый удар. Осталось ещё две атаки. Снова кидай этот. Чистая двадцать. Я просто... Это же крит! Критический удар! Да-да-да, это много урона. Я просто думаю, что кажется я кое-что упустил, и только что вспомнил, что он бил безрассудно, значит все твои атаки должны быть с преимуществом, включая твой огненный снаряд, так что тебе ничего не помешало бы. Твоя помеха... Второй бросок был бы хуже, и я думаю, что ты попал бы первой атакой, так что всё ещё надо нанести урон от огненного снаряда. Мне? Да. Он попадает огненным снарядом, потому что ты бил безрассудно, ты не сражаешься осторожно. А ведь я хотел спросить об этом, при безрассудных атаках все получают? Все получают преимущество, включая твой предыдущий атак. Два д десять. Так что сколько у тебя там было? Кажется критическая единица? Тогда кидай ещё раз, вдруг ты всё же попал бы. Четыре. Ну, если это основное правило, то к чему волноваться? Эта штука заряжается, если у тебя попадает один, два, три или четыре. Молодец, кубик! Просто умничка! Ты зарядил мне эту штуку! Четырнадцать урона! Что, серьёзно? Четырнадцать урона огнём, и его огненный снаряд наносит больше урона, когда он становится опытнее. Значит, моя ярость не сокращает его, да? Не, огненный урон нет. Четырнадцать. Четырнадцать. Но затем твой критический удар. Итак, Крит, мы берём твои десять. Шестнадцать? Плюс шесть, итого шестнадцать, плюс два Д десять. Господи, конец Бурданова. Так, погоди, шестнадцать, плюс два Д десять. Д десять. Просто кидай дважды. Шестнадцать плюс это. Ого. Два. Итого восемнадцать, кидай ещё раз. Два. Повезло. Двадцать единиц урона открыта. Бам, бам! Ещё одна атака? Да, у него ещё есть атака. Разве не две атаки? Нет, это была вторая. Да, попадаешь, десять. Девять. Значит, ещё пятнадцать. Я мёртв. Ты падаешь? Именно. Падаешь без сознания, но не мёртв. Люди, которые сейчас смотрят А Боб может, типа, взорвать его? Он должен умереть в радиусе ближнего боя Боба И я очень рад этому Голова Грега подлетает и осуждающий смотрит, типа, рядом Тебе не помешал бы Хиллер, да? Если бы ты только послушал про жизнь на ужине Я просто, да-да, я хотел бы, чтобы ты затеял со мной этот разговор И затем, бам! И ты... он падает на пол без сознания Он пока еще не совсем вне игры, потому что в свой ход у него может выпасть чистое 20 при спосброске смерти И тогда он снова встанет в этот ход Кого бы атаковать? Боджера Хочешь добить его? Хочешь атаковать Боджера? Почему бы и нет? Я хочу создать огненный... Простите, град Град, хорошо Да, град Одну секунду, мне нужно найти... Что там такое? Ты терешься со своими друзьями? Это всего лишь игра А выглядит как-то опасно Это просто игра! Или он говорит мне не делать этого? Кто это говорит с тобой? Это Пейдж Я ничего о нем не знаю, так что... Пейдж это ее говорящая книга У нее есть говорящая книга, ладно? Я не книга! Но он не знает, что он книга Не знает, что он книга Так значит, град, верно? Да, простите, я пытаюсь найти его среди всей этой горы сообщений О, я нашла, нашла Четвертый уровень, 300 футов Кстати, я не атаковал Чазанаха А, да Ты не призвал его, так что тебе придется это сделать Просто представим, что он там Да, представим, конечно же Ведь за торжественным ужином с дворянами у тебя наверняка на плече будет сидеть демонический сын, так ведь? И это бы не поменяло того, как прошла ваша беседа Итак, что в итоге происходит? Значит, мне нужно кидать... Град, четвертый уровень, воплощение, радиус 20 футов, высота цилиндра 40 футов Ого! 40 футов высотой? Я на высоте 40 футов 30, 40, да, это площадка на высоте 40 футов Только посмотрите на это Прямо сюда, ты очевидно стоишь там Каждое существо в радиусе поражения должно пройти спаз-бросок ловкости И это против эффекта, который ты видишь, так что у тебя есть чувство опасности Отлично, это дает мне преимущество? Да 18 или... 18 с чем-то и плюс твой модификатор ловкости Какой у тебя плюс? 2, наверное А, нет, плюс 1 Итого 19, 19 выше сложности твоего броска, так что позволь мне проверить, но... Половина, половина урона от... Стрелы отлетают от тебя, типа Так что 2D8 и 4D6 Боже мой, они повсюду, кубики повсюду Спасибо Хотя, погоди, погоди, кинь их все сразу Вот этот, этот и этот Где же мои D8, держи Так, у нас тут 3, 3, а затем 2 Итого 10, 16, 18 Всего 18 единиц урона Сокращаем 2 раза, так как ты прошел спаз-бросок Так что 9 единиц урона Простите, погодите А, ведь ты не сокращаешь вдвое урон холодом 16, значит ты получаешь... Было 2, 2, 3 Да Я представляю их, тихо Ты только путаешь цифры, которые и так в моей голове У меня временная фотографическая памятная цифры 2, 4, 5, 7 Итого 6 единиц урона холодом И затем 9 единиц дробящего урона Сокращаем до 5 Итого 12 единиц урона Отлично Я как раз хотел сказать это 12 единиц урона в этой области бушует град, который ты обрушила на палубу корабля А можно не надо? Нет Зона действия считается труднопроходимой местностью до конца ее следующего хода У тебя есть зонтик? Как далеко ты можешь метать свою молнию? Это было твое действие, осталось бонусное действие и движение Я могу использовать заговор бонусным? А, я извиняюсь Зависит от заговора, если для него нужна бонусная Но, в общем-то, в игре только два заговора, которые требуют бонусного действия Это те, которых у тебя нет Это дубинка и волшебный камень В таком случае я просто останусь там же, где я сейчас Хорошо Ты остаешься там, очередь Боба Хо-ро-ро-шо Я использую заклинание убить всех Отлично Тогда я переворачиваю их все и даю килотаку пиздец сколько силы Нет, я... Я пытался раньше и ни разу не получилось, так что попробую еще раз Спи! Я кастую усыпление, нет Я кастую тьму на себя Хорошо? Тьма А затем я хочу... Хочу... Хочу спросить тебя Чтобы ты знал, сейчас ночь Я вроде как упоминал несколько раз, что уже за полночь, когда вы начали драться, наступила глубокая ночь, так что сейчас довольно темно Просто не магическая темнота Да, но если это магическая темнота, то они не могут видеть меня, разве нет? Я думал, может ты хочешь сделать это просто чтобы летать, это я к тому, что ты уже можешь летать А, теперь я понял, о чем Если ты хочешь сделать это, то фактически они будут ослеплены рядом с тобой Так что это все еще выгодно Как два в одном Но если ты это только для полета, то ты уже можешь летать Хорошо, ну тогда я, наверное, приберегу это Что будешь делать? Да, я все же приберегу это, тогда я кастую доспех Агатиса Охрененная ледяная броня Супер охрененные спецэффекты Я уже и так идеально ее представил Не думаю, что нам нужно показывать ее на зеленом экране Наверное, на зеленом экране она будет смотреться супер круто Мы сделаем большую часть в реале, а затем улучшим ее с помощью охрененных спецэффектов Да, звучит отлично С кучей клевых штук Почти настоящая ледяная броня Это того стоит Да-да-да, весь комплект Подвижущиеся части С подвижными частями, да У меня кончаются фразочки, типа, пошел нахуй, Бен, для зеленого экрана Нанотехнологии, нано-боты Настоящие нано-боты? Да, настоящие Окей, надо изобрести нано-боты Ледящие нано-мыши, ледяные нано-мыши Ведь я бэт-боп, чтоб я такой Ледяные летучие мыши, они, типа, формируют броню Мы это сделаем Хорошо Пора активировать Ледяную броню Как это это охрененно? Ааа, вот это реально круто! Пошел нахуй, Бен! Пошел нахуй я! Ведь я Бен, я офигенный Я крутой, и меня ебать как все обозрают И затем я хочу Я могу сделать так, типа, я взлечу туда, затем спикирую и сброшу ее вниз Что? Ты можешь попробовать? Итак, броня Агатиса, затем твое движение Полет, кажется, равен 40 футов, верно? Я думаю, что да С плащом летучей мыши Да, полет 40 футов И ты очень близко, не хватает 5 футов, и в таких ситуациях я люблю... А если я использую рывок? С рывком, безусловно, но это типа, если тебе нужно намного больше А в таком случае, когда тебе не хватает 5 футов, то как-то тупо использовать рывок ради 5 футов Так что я позволяю тебе кинуть проверку атлетики, чтобы проверить, смог ли ты сделать рывок, чтобы... Получилось Давай же, приятель Я развернусь и буду держать меч, астреем в твою сторону 18 Значит, ты можешь добраться до нее, не используя рывок Это твое движение и действие, и ты... Я могу столкнуть ее Если ты хочешь столкнуть ее как часть твоего хода, тогда да, придется использовать рывок бонусным действием, и тогда это проверка силы Значит, ты поднимаешься Уверен, что не проверка ловкости? Мне кажется, проверка ловкости, ведь я должен быть таким ловким, чтобы подняться и столкнуть ее Она волшебник Она намного слабее тебе Я могу сделать сальто Я делаю сальто Противостояние через проверку атлетики Значит, сила? Да, атлетика Что же там? 9 Да, это 9 У меня ужасная атлетика, 14, я кажется, у меня минус 1 Может, лучше акробатику? Боюсь, я еще выше, чем у тебя Типа сальто, перепрыгнуть его Я делаю сальто назад Все нормально, у тебя больше Правда? 13 против 10 Он не очень сильный, как и ты Так что ты врезаешься в нее Толкаешь ее в спину, но она выдерживает удар, ведь если ты помнишь, тут как бы джакузи Переносящая дверь к джакузи Прямо к пейзажному бассейну Вода стекает в эту сторону Сейчас я в ней И ты врезался в нее, но этого было недостаточно, чтобы столкнуть Как бы вытащить из джакузи и перетащить через борти Так что я просто пикирую к ней, просто врезаю с нее И вот мы оба в джакузи, и я такой Расслабляет, не так ли? Сработало не совсем так, как я хотел, как-то теперь неловко В джакузи так жарко Сексуально-эротическое джакузи Это весьма сексуально и эротично Да Тут жарко и эротично, и сексуально Твое лицо Сексуально плещемся Это что, пластырь? Это же пластырь Это мокрепластырь, а вода вот и неприятно пахнет Я не понимаю, о чем ты говоришь Это сексуально, эротично и пикантно Я начинаю четко осознавать, насколько это все отвратительно и грязно Но сейчас, когда я взглянул с твоей стороны, то я чувствую что-то Что? Я рад, что ты чувствуешь Я много чего чувствую Рада? И злость, одна из таких вещей Я тоже злюсь, получай Сам получай, сейчас как брызну в тебя Да! Это компьютерная вода, я не знаю, как высоко она Боб, это было твое действие, доспех Агатиса Бонусное действие, движение, хорошо Бородун, смертельный спасбросок, пожалуйста, выкидывай 20 Вот мой сыр Чувак, если выпадет 20, я буквально опасрусь прям тут Два Вот говнище Ты провалил первый спасбросок от смерти? Даже не смог убрать руку, а это ведь было самое легкое Это был первый провал спасброска от смерти? Если бы это не было виртуальной реальностью, то у тебя сейчас появилась бы серьезная травма Правда? Боджер, теперь ты Почему бы у меня появилась серьезная травма? Длительные травмы, это то, что я ввел припровали спасброска от смерти В зависимости от некоторых чисел, ты получаешь серьезную травму из-за этого Если бы это было реальностью Ну, я полагаю, раз они оба там, тогда я кидаю... Я хочу кинуть... Теперь я кидаю свой молот наверх Наверх? В оба Град бушует вокруг тебя А, да Ты можешь кинуть его, я просто описываю, как это выглядит Как мне выйти? А сколько это длится? Ты не знаешь Брид? Я думаю, что труднопроходимое место, если исчезнет мой ход, мой следующий ход Ну ладно Не обязательно было говорить ему Правда? Я просто хорошая, я хороший член команды Сейчас ты не в его команде Это же просто VR, так? Ну, в общем-то, да Насколько критично мне надо учитывать эти препятствия и углы для броска? Как я говорил ранее, высота этой штуки 40 футов, дальность броска 40 и 100, верно? Значит, помеха у тебя на попадание, так как ты вне радиуса 40 футов Кроме того, у них есть укрытие, ведь они в джакузи, а ты внизу Возможно, если поднимешься сюда, то угол не будет проблемой Мастер подземелья, у меня будет обзор Откуда-нибудь, типа... Я хочу посмотреть, как ты поднимешься по лестнице в ярости, типа... Они здесь, значит, ты практически прямо под ними Они почти полностью защищены от тебя Я думаю, что он имел в виду, увидит ли он их отсюда Куда мне идти, чтобы помехи не было? Оттуда бросок все еще будет херовым, но все же получше Ну ладно, тогда я поднимаюсь Или, как сказал Аллан, если хочешь подняться, чтобы добраться до них, то можешь так сделать и вступить в ближний бой Драка в джакузи Да, вы трое пытаетесь поместиться в это маленькое... Я вам целый корабль дал для разных маневров, телепортации Ну погнали Я буду кидать молот, я хочу подняться куда-нибудь сюда Хорошо, значит, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Из-за труднопроходимой местности На это все еще влияет град Тут сколько... Но ты добираешься сюда, и это все твое движение Сколько у тебя, кажется, у Варвара 40? Да, 40 То, что ты добираешься до ступени Это все, что ли? Да, труднопроходимая местность Я ведь его пытался встать на эту сторону, потому что, мне кажется, эта штука будет мешать Хорошо, 5, 10, 15, 20, 25, 30 И затем ты добираешься до нижней ступеньки вот здесь Хорошо Это было твое движение, у тебя еще есть действие и бонусное действие Уже без безрассудства, я просто... Да хули там Просто атакую Боба Кидаешь молот? Вот же уеба Да, я просто кидаю его Помеха из-за дистанции А если я впаду в бешенство, в смысле в безрассудство, то это отменит помеху? Хорошо, безрассудство Хорошо Обычная атака? Просто атака, погнали 14 Какой твой класс брони? Кажется, 14 Нет, 16 Позор, ты промазал Погоди, погоди 14 плюс остальные, верно? А, 14 на кубике 14 на кубик, простите, это метательный молот Плюс 2, плюс 10, значит... Извиняюсь 28, 24 Реально, плюс 10? У тебя плюс 10 к попаданию? Охереть Хотя вообще-то звучит правильно, учитывая твою силу и... Фактически это молот плюс 2 Итого 24 на попадание 24 на попадание даже в укрытии Даже в укрытии в виде джакузи он попадает Он попадает в стенку Вы слышите, как резонирует ирангельская сталь, когда он попадает в стенку джакузи Звук отражается от воды, в которой ты... И затем он задевает тебя в плечо и... А можно, хотя я не знаю, сколько нужно для попадания, ведь это мой волшебный метательный молот и я его могу типа метнуть, а потом, когда он будет возвращаться... А, да, круто Он врезается в край... В край джакузи, как будто не попадает А затем, когда ты призываешь его назад, он попадает в него на обратном пути А значит, что это Д8 плюс Д4 плюс 6, верно? 8, 4, 6, да? Вот этот 8, 4 Плюс 6 4, 5, 6, 7, плюс 6 13 единиц дробящего урона Невероятное уклонение сработает? Да Значит, 13 сокращается до 7, 7 единиц урона Так он может делать это со всеми моими ударами? Только раз за ход Это его реакция против атаки, которую он видит Так что он видит, как молот отскочил вверх, а затем начинает лететь назад, и раз он плут, то он сразу сгруппировался и получил половину урона Ясно? А молот затем возвращается к тебе Я сделаю это еще раз Я все это делаю, ну, типа, без рассудства, так что без... 11 чем-то попадает? 11 плюс 10, получается 21, плюс твое укрытие, Е2 попадает Снова эти? Да, снова их попадает на обратном пути 4, 6, плюс... сколько там? 6 Итого 12 единиц А еще у тебя есть бонусное действие, но я не помню, можешь ли ты... Мне кажется, что при бешеной ярости ты не можешь атаковать дистанционно с бонусным действием Вот какашка Дайте секунду, я перепроверю, так как я не хочу вводить тебя в заблуждение Варвар А я подумал, что в конце это была фраза, типа, я хочу какать О, какать Я хочу какать А, какать Мне нужно покакать Если ты в бешеной ярости, ты можешь совершить одну атаку в ближнем бою бонусным действием в каждый свой ход Так что, увы, но ты должен быть в ближнем бою для бешеной атаки Так что теперь у тебя осталось бонусное действие, если хочешь еще что-то сделать Не уверен, что ты можешь сделать что-то бонусным действием А все, что мы делаем, типа, если мы что-то используем, то не теряем это, типа, я могу похилиться? Ну, да, хотя... Да, это странно Я не знаю, какие тут правила, типа, есть ли у нас что-то в инвентаре Полагаю, что мы не знаем Ты не знаешь, какие тут правила, так что ты можешь достать зелье лечения, если хочешь, и мы узнаем И когда ты заснул, я нарисовала член у тебя на лбу И я получаю 10 единиц психического урона, когда понимаю это, я такой Адское возмездие! Кто следующий? Ну что ж Я надеваю шляпу волшебника и ничего не делаю Перевел Килл Кирсона, озвученный, как всегда, в странном местечке Не забывайте про то, что это видео, это перевод и озвучка вышли только благодаря вам Бустеры Бустеры, это кто, знаете? Че, не знаете, что? Ладно, объясню еще раз Бустеры, это самые замечательные люди на планете, которые... Это наши подписчики, подписчики странного местечка, которые перешли по ссылке в закрепленном комментарии И подписались, оформили спонсорскую подписку на наш канал И спонсируют выход вот этих вот переводов, озвучек и всего-всего-всего, что касается ДНД Так что спасибо вам огромное, Бустеры Если вы, зрители, сейчас смотрите это на Ютубе и хотите быть в числе вот этих замечательных людей, что вот эти никнеймы, фамилии, имена на экране Если вы хотите попасть в этот список и хотите смотреть следующие серии прямо сейчас, переходите по ссылке в закрепленном комментарии Ну а я еще раз благодарю всех Бустеров, спасибо вам огромное И с вами был, как всегда, я, ваш Капрал Натурал До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»